Полы в помывочной. Необходимым был выполнить из керамогранита. Чтобы не давать неприятным запахам проникать с канализации помещения, мы смонтировали нагревательные маты. Вода у нас не впиталась. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте «Строй и живи!». Совсем недавно мы на своем канале выпустили видеоролик о том, как наш представитель Сергей в Иркутской области построил каркасную баню. Мы там вскользь упомянули о том, как были смонтированы полы в этой бане. Ну а более подробно нас попросили подписчики в своих комментариях. Ну и кроме того, я помню, что и до этого частенько задавался такой вопрос о том, как же устроены помылы, к примеру, в помывочной в бане, при условии, что баня стоит на винтовых сваях. Сегодня мы вам очень подробно ответим на этот вопрос. Встречайтесь с Сергеем из Иркутской области. Полы в помывочной необходимо было выполнить из керамогранита. Но для того, чтобы здесь можно было спокойно принимать банные процедуры и лить воду, надо было сделать, чтобы вода уходила в канализацию. На полах необходимо сделать уклон в центр и смонтировать трап для слива воды. Чтобы залить стяжку, необходимо было подготовить основание. По контрбрускам, которые были смонтированы по пароизоляции, мы закрепили лист фанеры. На лист фанеры мы смонтировали два слоя ГВЛ. ГВЛ отлично подходит для устройства цементно-песчаных стяжек. Но кроме того, наши полы в помывочной будут обладать очень интересной особенностью. Они будут теплыми. Для того, чтобы это реализовать, перед заливкой стяжки на ГВЛ мы смонтировали нагревательные маты на основе двужильного кабеля. Для того, чтобы смонтировать сливной трап в перекрытии, необходимо сделать отверстие под монтажный диаметр трапа. Высота установки трапа должна совпадать с верхним слоем стяжки, для того, чтобы в дальнейшем реализовать гидроизоляцию. Вот так вот выглядит сливной трап, который мы использовали. Это сливной трап с сухим затвором. Он состоит из корпуса и самого затвора, который вставляется внутрь трапа. Сухой затвор из себя представляет приемную емкость с небольшой дверцей. Когда вода попадает в эту емкость, она создает давление и открывает дверцу. Через эту дверцу вода уходит в канализацию. Когда емкость опустушилась, дверца закрывается, тем самым не дает неприятным запахам из канализации проникнуть в наше помещение. Почему мы использовали трап с сухим затвором, а не с гидрозатвором? Да потому что баня у нас стоит на винтовых сваях. И под перекрытием у нас температура равна температуре окружающей среды на улице. То есть, если мы помылись в зимнее время, и у нас стоит трап с гидрозатвором, вода у нас осталась в трапе, чтобы не давать неприятным запахам проникать с канализации в помещение, баня остыла, на улице минус 30, и есть такая вероятность, что вода в нашем трапе замерзнет. А вода при замерзании расширяется, тем самым выведет трап из строя. Поэтому я рекомендую, в банях, которые установлены в винтовых сваях, необходимо использовать трапы с сухим затвором. После того, как мы смонтировали трапы нагревательной маты, можно переходить к установке маяков. Маяки для заливки стяжки необходимо устанавливать так, чтобы они сформировали одинаковые наклонные плоскости в сторону трапа. Наклон этих плоскостей должен быть, как минимум, один сантиметр на погонный метр. В парилке, так же, как и в помывочной, мы установили сливной трап и залили стяжку с уклоном в центр, для того, чтобы вода в парилке, которая может быть пролита на пол, у нас уходила в канализацию, и никак кое-вредь не навесла нашему утеплителю. По стяжке мы, так же, как и в помывочной, делаем гидроизоляцию в два слоя. Целези со стен 166. 15 минут назад в помывочной, на поверхности которой обработана гидроизоляцией, мы пролили воду. Вода у нас не впиталась. Так и стоит на гидроизоляции. Если бы здесь была простая сметная песчаная стяжка, вода бы исчезла. Мы приступили к укладке плитки на пол в помывочную. Подпомню, что стяжка залита у нас здесь с уклоном в центр, и плиткой нам надо повторить этот уклон. Перелом плоскостей идет как раз на самой плитке. Поэтому необходимо взять плитку, в данный момент у нас 600 на 600, и разрезать ее по диагонали, вместе с переломом плоскостей. Зарезаем плитку, вырезаем в ней отверстие под трав и укладываем ее. Плитка должна быть по этой стороне лежать в уровень, а по этой стороне с уклоном в центр. После того, как мы сделали гидроизоляцию стяжки, мы приступаем к формированию основания пола. Это мы делаем с помощью брусков 50 на 40. Укладываем их прямо на стяжку по краям комнаты. А так как стяжка у нас имеет уклон в центр, а бруски должны у нас лежать в горизонте, мы подкладываем под брусок подложки. Подложки мы обязательно крепим саморезами, чтобы они не вылетели. И саморез не должен пройти сквозь подложку, чтобы не повредить гидроизоляцию. Когда основание пола готово, мы начинаем монтировать покрытие. Покрытие будет у нас изготовлено из истинничного скошенного планкена. Вот так он выглядит. Планкен имеет ширину 130 мм и толщину 20 мм. Планкен монтируем по лагам, крепим саморезами. Между планкеном оставляем расстояние 5 мм. Это расстояние нужно для того, чтобы обеспечить достойную вентиляцию пространства между покрытием и стяжкой. И чтобы вода, которую вы пролили в парилке, могла спокойно уйти через пол на стяжку. Далее вода стекает в центр и уходит в канализацию.